Приветствую всех поттерманов и просто любителей интересных деталей в фильмах. Поистине масштабное произведение ждет нас впереди. Франшиза, поднявшая на уши весь мир и заставившая людей прыгать по квартире с шваброй между ног. Тает в себе множество сокрытых оглас тайн, так что доставайте свои палочки... Волшебные палочки. И, наконец, Сонорус. В смысле, поехали. Важно понимать, что на момент начала создания фильма книги Джоан Роулинг уже имели оглушительный успех по всему миру. А киноадаптация была призвана закрепить этот успех и впоследствии приумножить. Поэтому к созданию картины подходили максимально подготовленно, продуманно и осторожно. И, в первую очередь, это касалось самой писательницы, которая при заключении договора о продаже прав на свои романы настояла на том, что именно она сможет контролировать все стадии производства картин. Впоследствии это оказало крайне большое влияние на всю франшизу и сильно отразилось на касте актеров. Все они должны были быть британцами, что уже сильно осложняло жизнь, отрезая из доступного выбора добрую часть актеров и актрис. О некоторых Джоан утверждала лично. Например, это Мэгги Смит, сыгравшая Минерву МакГонагал, Робби Колтрейн в качестве Рубиуса Хагрида и, конечно, Аллен Рикман, явивший миру бесподобного Северуса Снейпа. Всем этим процессом по желанию студии должен был заведовать Стивен Спилберг. Но в его видении это должен был быть анимационный фильм, в котором главный детский голос принадлежал бы Хейли Джоэлу Осменту, что было невозможно уже потому, что Хейли был американцем. Не продавив свое видение, Спилберг отказался от работы. При этом он сказал, что у него нет интереса к такому проекту, который и так ждет кассовый успех. После отказа Спилберга эпопея с режиссерами продолжилась на Терри Гиллиами, который был крайне заинтересован в работе над проектом и даже был в любимчиках у самой Джоан Роулинг, но получил отказ от студии, что сильно его задело. Поэтому после выхода картины он открыто ее раскритиковал, назвав фильм Коламбуса просто ужасным, скучным и банальным. Сам же Крис Коламбус, режиссер фильма, о котором мы сейчас говорим, имел большую заинтересованность в проекте из-за личных мотивов. Одна из его дочерей, никогда не имеющая интереса к книгам, после прочтения Философского камня, влюбилась в этот самый книжный мир. И когда появилась информация о том, что планируется ее экранизация, она постоянно просила отца, чтобы тот прошел собеседование. Крис и сам сильно полюбил две первые книги и с большим энтузиазмом принялся штурмовать двери студии. Он попросил, чтобы его собеседование было последним. Тем самым он выкрыл себе время на переписывание сценария под свое видение истории. И когда пришло его время, он бесплатно отдал Warner Brothers свою версию сценария, чем произвел сильное впечатление, ведь в Голливуде никто и ничего не делает бесплатно. И уже через пять недель он принял бразды правления над картиной. Гарри Поттер, как и любой фильм Warner Brothers, вначале встречает зрителя логотипом студии, который для первого фильма не стали специально стилизовать. Что ж, уже во всех следующих картинах логотип всегда был стилизован под фирменный стиль вселенной. Первые кадры заносят нас на Тисовую улицу. Место совершенно спокойное и лишенное всякой магии. Первым в кадре появляется Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор в исполнении Ричарда Харриса, который вполне мог и не играть в этом фильме сразу по двум причинам. Во-первых, сэр Олег Гиннес, которого вы, вероятно, видели в «Звездных войнах», уже считался исполнителем роли Дамблдора. Но, к сожалению, он умер незадолго до начала съемок. Во-вторых, Харрис не хотел принимать предложение о роли. Единственное, что заставило его передумать, это его внучка, которая пригрозила, что больше никогда не будет с ним разговаривать, если он не согласится на роль. Немного погодясь, с небесного мотоцикла спускается Рубиус Хагрид. Этот образ актера впервые можно увидеть в пародийном фильме «Рождественские песнопения черной гадюки», вышедшей на экраны телевизоров в 1988 году. Там Робби Колтрейн сыграл дух Рождества, который чертовски похож на Хагрида. Роулинг говорила, что Колтрейн просто создан, чтобы играть Хагрида. Так что эта серия «Черной гадюки» скорее всего послужила вдохновителем как для мира книг, так и для костюма в фильме. Гарри оставляют у дверей его последних родственников, и после этого мы, наконец, видим его подросшего, и место его обитания, в котором он провел большую часть своей жизни. Путь Дэниэла Рэдклиффа в каст актеров нельзя назвать быстрым. Режиссер Крис Коламбус хотел получить его на главную роль с тех пор, как увидел фильм «Дэвид Копперфилд». Это было еще до того, как состоялись открытые пробы, но кастинг-директор Сьюзи Фигас сказала ему, что родители Рэдклиффа не позволят своему сыну принять участие в этом фильме, так как опасаются повышенного внимания к нему со стороны СМИ. Впоследствии, после примерно пяти тысяч просмотренных претендентов, режиссер так никого и не утвердил, чем заставил уволиться Фигас, которая считала, что Коламбус вбил себе в голову одного актера, и ему бесполезно предлагать кого-то еще. К счастью, Рэдклиффа пригласили на прослушивание в 2000 году, когда продюсер Дэвид Хейман и сценарист Стив Клофс случайно познакомились с ним и его родителями на постановке «Камни в его карманах» в Лондоне. Позже Хейману и Коламбусу удалось убедить родителей Рэдклиффа, что их сын будет защищен от назойливых СМИ, и только после этого они дали свое согласие на съемку. Днем рождения, сын! Семья Дурсли использует Поттера как своего слугу, пренебрегая его желаниями и всячески принижая его достоинства. А ты приготовь нам завтрак, досмотри, чтобы ничего не подгорело. Чтобы еще больше усилить отталкивающий образ Дурслей, создатели сильно поработали над окружающими их вещами. Так, чтобы сделать их дом еще более неприятным, декоратор Стефани Макмиллан намеренно выбрала самую уродливую мебель из всех возможных. Без символизма тоже не обошлось. На языке цветов – флореографии. Петунья символизирует гнев и обиду, что очень подходит Петунье Дурсель, которая была обижена на своих родителей из-за того, что они якобы любили ее меньше. О, мои папа и мама были так горды в тот день, когда она получила письмо. И крайне зла на свою сестру, которая была не такая, как все. Только я знала, кто она на самом деле. Помешанная. По иронии судьбы, Фиона Шоу, которая изобразила женщину, крайне презирающую колдовство в этом фильме, изобразила могущественную ведьму в сериале «Настоящая кровь». Семья стремилась во всем не отличаться от обычных людей. Попросту быть нормальными в их понимании. У них во дворе стоит автомобиль Voxhole Vectra Estate 2000. Дальше по улице у трех их соседей стоят точно такие же машины. Все их окружение и мысли о том, чтобы даже на миг не показаться незаурядными. На этой машине герои отправятся в зоопарк, где первым кадром нас встретит жирная отсылка. Из «Дом рептилий», в который направляются наши герои, выходят ученики в зеленой униформе. Это цвет основной факультета Слизерин, а также на их эмблеме красуется змея, одну из которых чуть позже и встретит Гарри. После, приехав из зоопарка, Гарри приходит первое письмо из Хогвартса, которое ему, конечно же, не дают прочитать. Во время этой сцены на заднем плане миссис Петунья красит старую одежду Дадли в серый цвет для Гарри. Эта сцена была в книге, но в фильме ее вырезали. Не будь дураком, ты пойдешь в обычную школу, где тебе и место. Вот что ты будешь носить, когда я это перекрашу. Старая школьная форма Дадли, она будет висеть на мне, как кожа на старом слоне. Ничего, в самый раз. Помимо нее, еще убрали сцену, где Петунья доставала письма для Гарри из яиц. Вообще, режиссер заморочился над нагнетаемой атмосферой неизбежного, где кульминацией стали сотни писем, вылетающие из дымохода прямиком в дом. Эта сцена хоть и пропитана радостью Гарри, но на самом деле была вдохновлена из совсем нерадостного фильма Альфреда Хичкока «Птицы», где вместо писем, летающих по дому, парили ласточки, нагнетая страху на местных обитателей. Прикройте лицо, глаза закройте. Когда проводил финальную ретушь сценария и его читку, только тогда дошло, что вырезанная сцена с яйцами и письма для Гарри внутри это самая жирнющая отсылка на птиц Хичкока. Вот так. После этого вся семья перебирается на оторванный от мира островок, где Гарри впервые знакомится с Хагридом. Все бы ничего, но Хагрид путает Дадли с Гарри Поттером. Это намеренная отсылка, которой даже нет в книге. Все дело в том, что актера, сыгравшего Дадли Дурсля, зовут Гарри Меллинг. Но в фильме он говорит... Я не Гарри. Хагрид забирает Поттера, и вместе они направляются в косой переулок, Правда, перед этим есть вырезанная сцена, где Хагрид признается в симпатии к драконам. Заведу дракона. Заведешь дракона? Люди недооценивают их, Гарри. Очень недооценивают. От этого его еще больше жалко, учитывая, что у него появится этот самый дракон, а потом его заберут. Подходя к бару «Дырявый котел», можно заметить, что черная вывеска постепенно приобретает свои истинные цвета. Она не видна для маглов, поэтому все свое время для обычных людей там просто черный квадрат. В самом баре к Хагриду сразу обращаются. А, Хагрид, тебе как обычно? Возможно, это отсылка на книгу, где великан часто напивался. Тут же они встречают профессора Квиррелла, которому Гарри протягивает руку, но он пренебрежительно отказывается, и, как мы потом узнаем, рукопожатие оказалось бы фатальным. Дальше Гарри вместе с Хагридом держит путь прямиком в волшебный банк «Гринготтс», внутренний вид которого был снят в высшей комиссии Австралии, находящейся в Лондоне. Получив сбережения своих родителей, Поттер отправляется в лавку Оливандера за волшебной палочкой. Во время сцены с ней можно увидеть его развивающуюся на ветру рубашку, которая ему сильно велика. Дурсли не покупали Гарри новую одежду. Он донашивал старые вещи Дадли. Но касалось это не только вещей. Игрушки также доставались по наследству. В одной из сцен в Чулане мы видим солдатиков, которые практически все, без головы. В общем, детство у Гарри было не из легких. После закупок в косом переулке герои отдыхают и перекусывают. Во время этого перерыва Хагрид рассказывает Гарри о смерти его родителей. Эта сцена для фильма была полностью написана Джоан Роулинг, ибо только она знала, что именно произошло тогда. Наконец, герои прибывают на вокзал, с которого Гарри Поттер должен отправиться в Хогвартс. Хагрид отдает ему билет, на котором красуется легендарная платформа 9,75. Действие данной сцены происходит на вокзале Кингс Кросс, но снимали все это действие на платформах 4 и 5. Джоан Роулинг призналась, что перепутала планировку лондонского вокзала, когда отправила Хогвартс Экспресс на платформу 9,75, которая по ее задумке очевидно должна была находиться между платформами 9 и 10. Экспресс должен ехать в другой город, а значит его отправка должна быть с междугородней части станции, к которой 9 и 10 платформы не имеют никакого отношения. Они относятся к куда более скромным пригородным поездкам. Фильм все же ошибку исправлять не стал, и платформы для зрителя так и остались 9 и 10, но съемка велась на 4 и 5 платформе. Однако на Кингс Кроссе действительно есть платформа 9,75, она расположена в пешеходной зоне между настоящими платформами 9 и 10. Гарри подходит к дежурному по платформе, после чего тот раздраженно отвечает. 9,75, думаешь это смешно? Этот мужик на самом деле работал на Great North Eastern Railway, компанию, которая осуществляет поездки поездов с данного вокзала. Только он был не дежурным, а начальником поезда. Встретив семью Уизли и попав на платформу 9,75, позади Поттера можно заметить Невилла Долгопопса со своей бабушкой. Они также спешат на экспресс. Уже находясь в купе, Гарри ближе знакомится с Роном, которого сыграл Руперт Гринт. Актер очень органично влился в своего персонажа. О чем говорить? Если свою заявку он оставил в виде рэпа, в котором он объяснял, почему эта роль должна достаться ему. Чуть позже в купе заходит еще совсем юная Гермиона Грейнджер. Эх, знала бы она, к чему все придет. Эмма Уотсон, сыгравшая эту роль, могла бы ее и не получить. Бузи режиссер менее терпелив. Хоть и Джонс практически утвердили на роль Гермионы, но после нее режиссер все-таки решил дослушать еще одну конкурсантку, которая и отошла роль. Ей, как вы поняли, была Эмма. Кстати, Джонс и Уотсон, в принципе, были последними девушками на прослушивании. В это время Эмма занималась преподавательницей Оксфордского театра, которая впоследствии вписала Эмму на кастинг. Ей пришлось пройти более пяти собеседований, прежде чем она получила роль. Уотсон серьезно отнеслась к прослушиванию, но, как она говорила, никогда всерьез не думала, что у меня есть хоть какой-то шанс получить эту роль. Продюсеры были впечатлены уверенностью Уотсон, что в итоге позволило ей превзойти тысячи других претенденток, которые также подали свои заявки. Уже собираясь выйти, Гермиона делает замечание Рону о грязи на его носу. Кстати, у тебя грязь возле носа. Это интересная деталь, которую оставили создатели с учетом того, что фильм ждет продолжения, в котором семья Уизли путешествует с помощью летучего пороха, позволяющего перемещаться между каминами. По идее создателей, Рон испачкался, пока залезал в камин, из-за своей неуклюжести. Дальше героев ждет прибытие на станцию и дальнейший путь в Хогвартс, который они, как первокурсники, преодолевают на лодках. Прибыв на место, нас знакомят с еще одним знакомым персонажем, с дракой Малфи. Том Фелтон, исполнитель роли, никогда не читал ни одной книги о Гарри Поттере до прослушивания, что не помешало ему попробоваться на роль самого, Гарри Поттера. Когда получить главную роль не вышло, он записался на кастинг Драка Малфиа. Во время кастинга, Крис Коламбус спрашивал каждого претендента, какая его любимая часть в книге. Когда подошла очередь Тома, он сказал, что его любимая часть, это событие в Гринготсе, о чем только что сказал предыдущий претендент. Крис очень быстро все понял, но подумал, что это очень забавно, и этот находчивый юркий паренек, хорошо подойдет на роль антагониста. Драка подходит к Гарри и пытается предложить ему дружбу. Куда интересней, как он себя представил. Я Малфой. Драку Малфой. Это дань уважения Джеймсу Бонду, известнейшему вымышленному агенту британской разведки, чье представление звучит не иначе, как... Бонд. Джеймс Бонд. Все первокурсники заходят в главный зал Хогвартса. Столь грандиозная постройка была специально возведена для съемок фильма, и она была одной из единственных масштабных локаций, сделанных исключительно для Гарри Поттера. Что ж, вдохновитель этого места – это один из залов в Оксфордском университете. Чтобы придать замку подлинные ощущения, создатели потратили много времени, пытаясь получить разрешение на съемки в различных локациях. И где есть великолепные пейзажи и архитектура? Конечно же, в древних соборах. Несмотря на то, что многие христианские группы возражали против серии Гарри Поттера, несколько исторических церквей в Великобритании, в том числе Даримский собор, Глостерский собор, аббатство Лакокк, Оксфордский колледж Крайтс Чордж и в более поздних фильмах Собор Святого Павла использовались в качестве места для съемок. Впоследствии они даже вдохновили большую часть планировки и архитектурных деталей Хогвартса. Порой на таких съемках приходилось сильно изворачиваться, ведь нужно было сокрыть факт религиозной принадлежности места и убрать современные предметы интерьера. Во время сцен в Глостерском соборе современные электрические вывески, выключатели света и дверные замки были скрыты за панелями, которые были окрашены в тон остальным каменным стенам. Витражи были также изменены, чтобы скрыть тот факт, что здание было церковью. Религиозные символы были покрыты цветной пластиковой фильтровальной бумагой, что позволило им смешаться с окружающим стеклом. На одной из витрин были изображены обнаженные фигуры Адама и Ева. Им выдали одежду и даже фирменные шрамы от молний Гарри Поттера на лбу. Основной зал переоборудовать не пришлось, потому что, как я сказал ранее, его просто целиком сделали. При этом на материалах не экономили. Так, пол в основном зале сделан из очень качественного и дорогого йоркского камня. Дизайнер-постановщик Стюарт Крейг предусмотрительно вложил в этот камень значительную часть бюджета. Хоть в то время это решение было поставлено под сомнение, оно оказалось мудрым, поскольку камень был достаточно прочным, чтобы выдержать шаги сотен актеров и актрис, а также нескольких съемочных групп в течение следующего десятилетия, снимавших всю франшизу. На этом первая часть подходит к концу, но мы встретимся через неделю, где вы узнаете, почему Гарри действительно попал в команду по квиддичу. Как выглядело первое появление Валандеморта в киновселенной и еще море всего. А пока у меня к вам вопрос. К чему следующая отсылка и откуда она? Меня же зовут Андрей, вы на канале Таймонд, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok